Ежегодный областной конкурс средств массовой информации за образцовый порядок на дорогах Подмосковья проходит уже 15 лет. Тема безопасности дорожного движения многогранна. Она затрагивает интересы граждан и органов власти, требует объединения усилий заинтересованных сторон в создании комфортных условий, повышении культуры и ответственности всех участников дорожного движения. Та работа огромная, которая проводится средствами массовой информации по пропаганде безопасности дорожного движения, ее невозможно переоценить. Потому что в сознании каждого человека через прессу, через телевидение, радио, интернет-издание должно проникать чувство ответственности за то, что происходит на дорогах Подмосковья. Пишите, снимайте ваши репортажи, они спасают жизни. Спасибо вам за это. Всего на суд строгого, но справедливого жюри поступило более 500 работ – газеты, радио, телевидение. А в этом году впервые участвовали и интернет-издания. Лучшие из лучших удостоены призов и почетных дипломов. Репортаж «Белая трость» наших коллег Екатерины Чернышова и Евгения Петрова занял первое место в номинации «С места событий». Как отметила жюри, взгляд на проблему инвалидов по зрению при движении по проезжей части, выраженный через конкретного героя, через личность, всегда найдет отклик в сердцах зрителей. Совместное творчество, можно так назвать. Мы готовим материал, развиваем тему, а журналисты нам помогают подготовить хороший, достойный материал для того, чтобы быть победителями. Тема «Дети без опасности» представлена на страницах многих изданий, всегда имеет общественный резонанс и требует неформального творческого подхода. В этой номинации газета «Видновские вести» заняла третье место, где тема «Безопасности» представлена множество материалов различной направленности. Мы призеры, ни на пятом, ни на шестом. Очень приятно. Среди многих телекомпаний, среди многих СМИ, газет. Занять третье место, я думаю, очень достойно. Телеканал «Видное ТВ» не первый год представляет свои работы на этом конкурсе, которые занимают призовые места. Я искренне поздравляю журналистов Ленинского района. Я желаю работникам СМИ, нашим коллегам дальнейших творческих успехов. Я желаю новых каких-то идей, новых проектов. А самое главное – не терять чувство ответственности перед своим зрителем, слушателем, читателем. Официальная часть в историко-выставочном музее «Новый Иерусалим», связанная с напутственными речами и вручением дипломом, сменялась концертными номерами подмосковных артистов.